Мороз, солнце, сосны и легкий дым из трубы. Красота. Неспроста эти места облюбовали монахи и казаки. Скоро насладиться пейзажами, отдохнуть душой смогут все желающие. В селе Копман, по инициативе отца Серафима, готовят маршрут для паломников. Здесь у нас это вот часовня и здесь две кельди еще будут построены. Кроме, сейчас мы для казаков здесь будем полностью строить этот дом. У нас хорошая библиотека собрана по казачеству, по истории гражданской войны. По возможности братский корпус мы будем ставить, монашеский. О планах Копманская община отец Серафим рассказал главе республики. Гости остались под впечатлением. Александр Бричалов, в свою очередь, передал в дар храму икону. Спасибо, Господи, да, замечательно. Вот, скорая послушница. Надо же. Вот это удивительно, удивительно даже, а. Это, да, от дорогого стоит. Интерес к православному туризму только растет. От гостей отбоя не будет уверены и местные власти. К тому же здесь активно проводят крестные ходы, а летом организуют детские казачьи сборы. Запуском нового ФАПа жители станет еще привлекательней. По крайней мере, мне обещали, что поставят компьютер, что будет интернет и что будут записываться уже через интернет. Не вот в сельском совете, который мы сейчас ходим, там записываемся, а уже тут. Удобно? Да, конечно. Живет в селе почти 300 человек. 25 из них – это дети. При этом до районной больницы больше 20 километров. И добраться туда весьма проблематично. Всю первичную медицинскую помощь можно будет получить в новом фельдшерском пункте. По нашим приглашениям пройти диспансеризацию намного приятнее прийти в такое помещение с таким оборудованием, нежели в старое ветхое холодное здание. Конечно, и оставаться имеет смысл. Фельдшер у нас молодой, трудоспособный, укомплектованность на 100%. То есть работать и работать. Официальное открытие Кокманского ФАПа намечено на 25 декабря. В следующем году программа по строительству фельдшерских пунктов продолжит свою работу. Помимо них, республика закупит и больницы на колесах, рассказал на встрече с жителями Красногорского района глава региона. Мобильные медицинские диагностические комплексы в программе – 4 объекта, 4 машины. По федеральной программе – фельдшерский, акушерский пункт – 1. Но мы своими средствами, свои средства выделяем. Сейчас количество корректируется. Как минимум плюс 4 мы построим, хотя знаю, что планы гораздо больше. 2019 год в Удмуртии объявят годом здоровья. Помимо закупки техники, начнется и долгожданный ремонт больниц. Роман Вагинов, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия».